всем привет друзья всех наступающим я надеюсь вот вы еще не празднуете да потому что вот видео вышло рано еще праздновать и вот посмотрите это видео перед празднованием и ваша жизнь изменится сегодня видите я в такой вот домашняя обстановочки с елкой ноги спрашивали какая у тараса будет елка в этом году да такая же с деньгами с теми же игрушками вы что думаете его елки покупаю каждый год нет поэтому я и миллионер одна елка все на всю жизнь вот так шутка а может и не шутка ладно друзья что будет в этом видео в этом видео я вам расскажу как нужно праздновать новый год как я праздную новый год расскажу о своих целях расскажу что осознал ну будет очень интересно друзья я вот поделюсь с вами тоже откровениями некоторыми так что обязательно обязательно досмотрите это видео до конца погнали так друзья приехали детский дом дарить этим подарки вот купили такие развивающие для всех до его девочка мечтала о синтезаторе я тоже не мечтал у меня его нет вот я понимаю как это важно блин все видишь даже с бантиком типа принимай я нашла но я очень надеюсь что подойдет размер итак по поводу празднования нового года сейчас уже конечно же шумных компаний нет празднуем вот мы с любимой вдвоем раньше да я не знаю как у вас скидывались на хату были шумные тузы да уже этого всего нет но суть не в этом как я начал праздновать новый год я в новый год пишу цели это очень важно ребят это настолько важно ты проникаешься вот всей этой атмосферой да вот новогодняя ночь ты знаешь вот новый год ну выпил там шампанское и пишешь цель то есть ты планируешь ты визуализируешь свой следующий год это так оказалось круто да вот следующий год будет шикарным все у меня будет то что я запланировал ты визуализируешь ты программируешь себя потому что как у нас происходит новый год у нас все набухиваются то есть смотрите какая логика забыться вот праздники вот наконец-то я отдохну наконец-то я забудусь наконец-то я оторвусь как новый год встретишь так его и проведешь все знают эту пословицу вот это правда забылись да убежали от проблем набухались такой будет и следующий год проблема не то чтобы вы да хорошо погуляли нет не будете вы следующий год гулять он будет таким же тяжелым поэтому нужно программировать себя нужно ставить цели вот ты садишься и ставишь цели это вот ну какой-то уже другой уровень праздника до необычный праздник да на котором нужно там набухаться отметить погулять там пострелять фейерверками или там еще что-то сделать нет это уже не то вот я вот перешел на этот уровень это совсем ребята другое это это очень круто да вот когда ты пишешь цели да это же ты прокладываешь себе дорогу если у вас нету цели у вас нет пути ну нет пути понимаете вы ни к чему не стремитесь вы просто вот дрейфуете вот вот вы на машине у вас нету дороги куда вы приедете вот скажите никуда вы не приедете и кто-то еще жалуется да вы никуда не приедете без дороги у вас нету цели вы не знаете куда стремиться а так у вас есть цель и ориентир У вас есть уже какое-то видение Вы вдохновляетесь И вот так пройдет следующий год Вот это очень важно Итак, по поводу целей Вот здесь я записал цели Я пишу 10 целей Оскар Хартман пишет по 100 целей Я пишу 10 целей Этот год, знаете, каким выдался? Таким немного лайтовым Я уже не ставил цель деньги Я больше наслаждался На другие вещи обратил внимание Другие начал книги читать Раньше там деньги, успех Сейчас мне нужно уже другое подтягивать Отношения с людьми Работу в команде Мне это нужно подтягивать Я вам расскажу Какие у меня сейчас возникают трудности Итак, первая была цель у меня Написать книгу Видите, не написал Цели нужно писать в настоящем времени Да, в 2020 году Я написал книгу Которая разошлась Миллионным тиражом Можете как-то так написать Вот И сроки Это вот два базовых принципа Как ставить цели Сроки обязательны Но Для некоторых целей Я сроки не пишу Почему? Потому что Книга это душевная цель Да, вот заработать деньги Это материальная цель Книга это душевная цель Потому что Если у меня нет нужного вдохновения Если я не в нужное время У меня ничего не идет Вот как бы я себя не заставлял Нужно, нужно писать Да, потому что вдохновение Приходит во время работы Нет Вот не пришло ко мне вдохновение Понимаете? Потому что Вот у меня Это у меня так Понимаете? Я заметил Вот если Что-то делается Не в свое время Это у меня не получается Вот Просто вот так вот Бац И приходит к этому время Со всеми делами у меня так Со всеми делами И в бизнесе Везде Вот пришло время Я это сделал Вот в секунде дело И все знаете Настолько просто получается Когда вот приходит Нужное время Когда нужное время не приходит Я занимаюсь другими делами Пытаюсь, да, пытаюсь, там, вот, пытался писать, но понимаю, вот, не готов я. Это душевно, я хочу рассказать намного больше. Потому что я не хочу штамповать книги, потому что все сейчас штампуют книги, потому что это надо, да. Трансформатор, там, пилит книги, да, он красавчик, уже третью, там, выпустил. Но вот я так не могу, это душевное. Я очень серьезно к этому отношусь. И я буду писать сам, я пишу сам книгу, да, я никому не буду ее надиктовывать. Да, ошибки там за меня проверят, но вот все я хочу написать сам, потому что это мои мысли, это важно для меня. Важно, вот, как я передам все, что я чувствую людям, это важно. А если какой-то человек за тебя напишет, это уже не твои мысли. Поэтому это душевная цель. Короче, книгу не написал, я не знаю, на 20-й год будет ли книга. Вот, не знаю, не хочу обещать. Дальше, сделать предложение, сделал предложение. Третья цель. Сделать ремонт в доме своей мечты. Я, короче, купил крутую квартиру, новую. И она мне не понравилась. Вот купил и теперь продаю. Вот. Знаете, покупаешь сначала нормально, потом заходишь, ее уже построили. И, короче, что-то не то. Не лежит душа, короче. Так, научился водить машину. Да, я в 19-м году научился водить машину. И купил Мазерати. Вот, такая у меня цель. Пятое. Прыгнуть с парашютом в Дубае. Сделал вот недавно, все шикарно. Сказал, сделал. Записать песню. Шестая цель была. Песню записать. Видите, такие немного лайтовые цели. Седьмое. Инстардинг. Лучший канал по мотивации. Лучший канал по мотивации. Я сейчас где-то в тройке в мире, я где-то в десятке, но он будет лучшим каналом. Мы здесь, на этом канале, объединим все самое лучшее по мотивации. Здесь будет топовый контент. Я над этим работаю. Восьмое. Вот, восьмое. Это сделать какой-то полезный продукт. Я над этим работаю. Я эту цель перенесу на следующий год. Вот, полезный продукт. Какое-то приложение по мотивации, где будет все самое сочное в одном месте. Вот, я к этому стремлюсь. Так, девятое. Пятьсот тысяч в инстаграме. Полмиллиона в ютубе. Выполнил. Все цели выполнил. На двадцатый год у меня будет цель два миллиона подписчиков на основном канале. И одиннадцатое. Десятое. Научиться водить яхту. Тоже не выполнил. Получается, я выполнил раз, два, три, четыре, пять. Пять целей. Пять процентов. Не очень такой результат, да. Но я как бы не гнался за этим. Я наслаждался. Я живу жизнью своей мечты. Вот такая вот тема, друзья. Это очень сильная вещь. Пишите себе цели на следующий год. Да, на следующий год у меня какая цель? Свадьба вот у нас. Дальше что еще? Вот приложение запустить. Не знаю. В Новый год я буду думать. Потому что это очень важно. Вот ты уделяешь этому час. И ты полностью, да, программируешь свой следующий год. Классно. Вы программисты своей жизни, ребята. Все будет так, как вы захотите. Так что пишите цели. Не нужно забываться. Не нужно набухиваться. И при том в непонятной компании. С людьми, которые вам не нравятся. Но вам же нужно быть крутым, да. Потому что, как это так? Вы будете в Новый год там ни с кем. Уже буду с кем попало, но буду. Нет, это неправильно. Так не делайте. Новый год это праздник для вас. Вы идете вот в новую жизнь. И сделаете для себя следующий год лучшим. Каждый год должен быть лучшим. С каждым Новым годом вы должны становиться лучше, чем вы были в прошлый год. Вы должны расти, развиваться. Это очень важно. Но если вы на одном месте, или оглядываясь назад, там было лучше, да. Так это вообще дичь, ребята. Лучше должно быть дальше. Дальше только лучше. Теперь я вам расскажу, что я осознал в этом году. Ну не то, чтобы осознал. Просто это подтвердилось, да. Я понял, что все нужно контролировать. Вот когда ты работаешь на себя. Когда ты свободен, да. Когда ты в малом бизнесе. Ну не может ничего работать без тебя. Большой бизнес это другое дело. А малый бизнес это совсем другая тема. Нужно все контролировать. Да, я хотел там делегировать то, делегировать это. Не получается. Не получается. Нужно быть за рулем. Малый бизнес это как машина. Если ты не за рулем, она непонятно куда приедет. Нужно рулить. А большой бизнес это как Rolls-Royce с водителем. Водитель знает дорогу. Ты себе там акционер. Получаешь процент. Собираешься там раз в году на собрании акционера. Вот и все. Зато, зато много свободы. Много свободы. Меньше гемора. Ты занимаешься любимым делом. Ты кайфуешь. Как говорил Кийосаки. Ребята из этого квадранта. Которые работают на себя. Самые счастливые. Самые свободные. И у них меньше всего проблем. И второе, что я осознал. Сколько бы ты книг не прочел. Все постигается с опытом. Ты всему научишься только на опыте. Книги только помогут. Да, вот ты прочел книгу. Как создать бизнес с нуля. Если бы ты все делал. Прямо как в книге. Да, ты бы создал. Но делать все как в книге не получается. Не получается. И никогда не получится. Книга дает, наверное, подсказки. Показывает путь. Но все проблемы нужно решать только с опытом. Мало опыта. И сколько бы ты книг не прочел самых лучших. Хоть в них будет вся информация. Ты все равно этой информацией не будешь пользоваться. Ты просто не сможешь все это держать в голове. И вот когда какая-то проблема у тебя в бизнесе. Ты смотришь на это все. И такой, блин, да. Про это же писалось в книге. Но теперь я сделаю так. Ты хватаешься за какую-то подсказку в книге. И идешь уже по другому пути. А если бы ты книгу не читал. Ты бы дальше набивал шишки. Дальше бы учился на своем опыте. Тоже путь. Тоже путь, но он длинный. С книгами быстрее. Книги важны, но все на опыте. Сколько бы ты не прочел. Вот я на одни и те же грабли наступаю. Хоть это в книге было. Было это в книге. Я все как бы знаю. Но нет. Пока ты не начнешь с людьми работать. Пока не будет между вами возникать там какая-то химия. Пока ты на своем опыте. Книга книгой, а практика практикой. Это все не почувствуешь. Ничего не будет. Пока ты не совершишь все ошибки. Ты ничего не поймешь. И чем раньше ты эти ошибки совершишь, тем лучше. То есть нужно просто активно, активно, активно действовать. Чем раньше, тем лучше. И вот с годами вам придет опыт. И вот сейчас с какими-то партнерами по бизнесу не сильно получается ладить. Ты не сильно понимаешь человека. Я в этом хочу стать лучше. Потому что я вот думал. Вот, дам людям это, дам людям это. Они все там будут делать. Я не буду вникать. Но так, конечно же, не получается. И потом они вылазят на голову. Тебя не понимают. И у вас какие-то терки. Потому что я вот закрытый человек. Не то, чтобы закрытый. Я много времени провожу дома. Я много времени работаю именно за компьютером. Я очень мало общаюсь. И поэтому этот навык мне нужно развивать. Я думал, что вот дам человеку это. Чем больше он постарается, тем больше получит. Но все же так элементарно. Я думал, ну вот если ты это сделаешь, ты будешь много зарабатывать. А он это не делает. А его устраивает и так. Понимаете? И вот я как бы не понимаю совсем таких людей. А это нужно просто принять. Есть такие люди. Вот их все устраивает. Им не нужно никуда стремиться. Вот почему я миллионер. Я думаю, блин, так я стремлюсь. Я сразу захожу. У меня уже какой-то план. У меня уже есть видение. А у человека ничего нет. Его все устраивает. И поэтому вот с таким человеком, например, мне тяжело. И вот когда я прихожу к человеку со своими нововведениями. Его это не устраивает. Ему это не нравится. А я начинаю остро на это реагировать. Я не могу, да, подойти. Мягко. Я говорю, какого хрена? Нужно что-то менять. Тут у нас проблемы. Я вот там что-то оставил. Потом. Через пару месяцев прихожу. А там жопа. Вот с квартирами так. А там жопа. Я говорю, какого хрена? Почему она простаивает? То есть не вникал в это. А человек говорит, ну такая тема. Ну так получилось. И все. Никто ничего не сообщает. И я тут начинаю взрываться. Я прихожу. Говорю, вот. Здесь мы ставим стенку. У нас студия есть. Говорю, вот здесь нужно поставить стенку. Потому что будем больше зарабатывать. Да ну и так было нормально. Ой, сейчас делать ремонт надо. Да нет. Тут не получится поставить стенку. Я говорю, в смысле, блин, не получится? Я сказал, значит делаем. Ставим стенку. Человек мыслит в краткосрочной перспективе. Вот ему гемор. Сейчас мы поставим стенку. Разделим квартиру на две. Это затянется на пару месяцев. Там ремонт. Нужно платить за работы. Еще проблемы со строителями будут. Потом еще искать квартирантов. Ни одного квартиранта. Уже двоих нужно искать будет. А я мыслю в долгосрочной перспективе. Я просчитал, сколько будет стоить эта стенка. И посчитал, что мы на 50% сможем зарабатывать больше. Что это все окупится. С лихвой окупится. А человек этого не понимает. А мне нужно было. Что мне нужно было сделать? Объяснить ему с этой стороны, что ты получишь больше денег. Посмотри на эту ситуацию под другим углом. А я начинаю остро реагировать. Вот такие вот у меня есть проблемы. Видите? И я вот этому учусь. И знаете, это так круто вот. Что такое вот у тебя в жизни разнообразие. Интересно очень жить. Очень интересно жить. Когда я куда-то вникаю, я сразу вижу возможности. Я куда-то стремлюсь. И вот вам нужно быть таким, если вы хотите жить на максимум. А если вы говорите, мне нормально. Ну, мне и так сойдет. Вы будете жить плохо. Запомните. Вы будете жить плохо. Когда я купил квартиру в центре на втором этаже. Я там купил, забил на нее. Потом там не было квартирантов. Я понимаю, что мне нужно с этим разобраться. Приезжаю туда. Смотрю. Сразу думаю. Как здесь можно заработать? Так. Блин, почему мы сдавали эту квартиру как обычную квартиру? Давай-ка сдадим ее под офис. Тут у нас такой вид. У нас расположение в центре. Второй этаж. Два окна шикарно выходят на проспект. Почему бы ее не сдать? Как офис. А если мы сдадим как офис, мы на 100 баксов больше заработаем. Ой. Ну, не знаю. Или получится. Ой. Давай-ка сдавать как раньше. Ну, вот видите, какие вот у людей мысли. Я говорю, нет. Тут нужно офис сделать. Делали офис. И теперь этот человек говорит, да, ты был прав. То есть я сразу вижу вот такие вот ситуации. Вот почему, да. Я предприниматель. Вот почему я богат. Вот вам какими нужно быть. Везде видеть возможности. Мне довольствоваться малым. И вот сейчас я хочу обратиться к своей команде. Ребята, если у меня какие-то нововведения, а не только к лучшему. Если делать как делали, мы будем получать то, что получали. Если мы что-то не изменим, мы не будем расти. Так что не реагируйте так остро. Это все к лучшему. Нужно расти. Нужно развиваться. Нужно что-то менять. Нужно не стоять на месте. Это очень важно. Я вас всех люблю. Обращаюсь к моей команде. Всех ценю. Вместе мы сила. Да, я чуть-чуть остро там реагирую бывает. Но поймите, что все перемены к лучшему. Я буду стараться находить подход. Если мы будем держаться вместе, мы будем самой крутой, блин, компанией. Компанией Стардинг будет самая крутая компания в мире. Увидите. Так что сейчас я хочу поздравить свою команду. Ребята, вот все, чего мы добились, все, чего я добился, это благодаря вам. Без вас бы я так не смог. Вы очень во многом мне помогаете. И ребята, вот все, что вы видите, да, это мы создаем вместе. Это я не один. Мы вместе. Кто-то одним занимается, кто-то другим занимается. И вот вы вместе. Я просто лицо как бы, да, я на видео, да, а вы других же людей на видео не видите, но они делают колоссальную работу. И вместе мы делаем для вас крутой контент, будем стараться. Так что поздравляю свою команду с Новым годом, с наступающим, с Рождеством. Ребята, вместе мы сила. Если я вас там чем-то обидел, не держите зла. Я вас всех люблю и всех ценю. И вот когда я что-то придумываю, что-то внедряю, я же стараюсь для вас. Это на благо всем. Вы будете в перспективе больше зарабатывать. Я же не какой-то дурак, чтобы делать хуже, да? А если там что-то не получилось, мы попробовали, мы теперь знаем, мы стали умнее. То есть неудач нет, мы приобретаем опыт и теперь знаем, как это работает. Двигаемся дальше. Пробуем другой вариант, добиваемся успеха, зарабатываем больше. Вот как это работает. Сначала все там изменения встречаются скептически, да? Там сделал новый дизайн YouTube, людям не нравится. Мне он, кстати, до сих пор не нравится. Но я уже привыкаю, как-то уже и круче. Сделал там ВК новый дизайн, мне тоже он не нравился. Вообще не мог привыкнуть. Все поначалу на старой версии сидят, потом переходят на новую версию. Потом привыкают и говорят, вау, классно. Как я раньше тем старым дерьмом мог пользоваться? То есть всегда так, компании растут, компания развивается, время идет. Нам нужно идти в ногу со временем. Поэтому все, что не происходит, все только к лучшему. Это наша концепция. И вот если мы будем держаться вместе, одной командой, все с одним мышлением, все с одним видением, мы очень многого добьемся. Я же хочу как лучше. Я хочу как можно больше денег вам заплатить. Если вы будете стараться, почему бы мне вам не платить? Наоборот, если вы крутых результатов добиваетесь, держи деньги, зарабатывай. Вы же вносите огромную ценность. Вы же стараетесь, я же это вижу. Я же не хочу выжать там на максимум и ничего не заплатить, там кинуть. Зачем мне это? Да это же... Кто вообще сейчас по такой теме работает? Да, работают какие-то идиоты. Это же вообще гиблая тема. Поэтому я стараюсь придумывать какие-то бонусы, какие-то новые темы внедрять. Но я же тоже не какой-то там всемогущий. У меня много косяков, много проблем. У меня многое не получается. Но мы вместе растем, вместе растем. Нельзя вот так быть самым там четким, чтобы все было четко всегда. Это просто жизнь. Так не бывает. Если вот все люди это осознают, мы будем двигаться только вперед и добиваться успеха. Итак. Теперь обращаюсь к вам, друзья. Огромное вам спасибо за все. Вы меня мотивируете больше всего. Когда я читаю ваши комментарии, это нереальная мотивация. Я понимаю, что люди этим пользуются. Что люди хотят слышать об этом. Что людям это важно. И я снимаю видео, потом получаю кучу положительных комментариев. Что я кому-то там, да, кому-то изменил жизнь. Вы присылаете мне там свои сообщения. Как это видео изменило жизнь. Вы представляете, как это охеренно? То есть ты меняешь жизни людей. Люди становятся лучше. Люди начинают читать. Люди начинают развиваться. И вот это и есть мой полезный продукт. Полезный продукт миру. И, друзья, каждый из вас, каждый из вас помогает друг другу. Каждый из вас меняет жизнь. Я прочел комментарий один. И снял на эту тему видео. Человек просто поделился там своей проблемой. Спросил совет. Я прочел. Думаю, ну нифига себе. Нужно про это снять видео. Это же такая распространенная проблема. У меня у самого была эта проблема. Почему бы не поделиться этим с людьми? И вот кто-то из вас оставит комментарий. Я его прочту. Сниму видео. Это видео наберет 100 тысяч просмотров. Это видео поможет очень многим людям. Десятки там человек кардинально вообще изменят свою жизнь. И вот этот один человек помог тем остальным. Понимаете? Какое взаимодействие. Какая вот синергия у нас. Вы меня мотивируете. Я мотивирую вас. Вы помогаете мне. Я помогаю вам. Вин-вин. Выиграл-выиграл. Все в плюсе. Все люди мотивируются. Мы вот запустили с вами самомотивирующуюся. Правильно? Машину мотивации. Правильно сказал? Не знаю. СММ. Самомотивирующаяся. Самомотивирующаяся. Машина мотивации, короче. Мы запустили с вами вот этот вот ком. Представляете, ребята? Каждый из вас меняет мир. Кто-то больше, кто-то меньше. Но мы все меняем мир, если вот мы будем жить с таким мышлением. Брать на себя ответственность. Поддерживать друг друга и помогать друг другу. Вот так все устроено. И кто-то бывает напишет такой коммент. Я просто охренею от этого коммента. Такой глубокий коммент, ребята. Огромное вам спасибо. Как же я хотел собрать у себя такую думающую, такую правильную аудиторию. Такие иногда комменты пишут, что я их записываю себе. И потом еще долго над ними думаю. Ну ни хрена себе. Какие мудрые слова. Это же действительно так. Или вон кто-то написал, что Хейтеры. Твои самые преданные фанаты. Но если вот подумать. Это же действительно так. И спасибо вам за этот коммент. И спасибо вот хейтерам. Потому что хейтер ждет моего видео, чтобы написать вот такую вот чушь. И влепить мне дизлайк. Он тратит на меня время. Он первым диз мне влепит. Понимаете? Он ждет меня. Я ему важен. Если бы ему на меня было наплевать. Он бы забил на меня вообще. Получается хейтер мой самый преданный фанат. И как одна женщина написала. Хейтеры ставят дизлайки сами себе. Хейтеры весь негатив берут на себя. Весь негатив на себя. Вот есть видео. И они написали вот такой вот коммент. И там собрали всех этих, знаете, коллег по цеху. И весь негатив в одном месте. Понимаете? Никто не пишет много негативных отзывов. Кто-то написал один негативный коммент. Все это херня. Не ведитесь. Развод. Ну всякое такое. Это не работает. Бред. И он собирает у себя таких же ребят. И они там общаются. Пишут там и нормальные, конечно же, комменты. Ведется какая-то полемика. Но понимаете? Весь негатив собрался в одном комменте. То есть я как бы этого раньше не осознавал. И это все осознал благодаря вам. Я столько у вас научился, ребята. Огромное вам спасибо. Ну что, друзья. На этом я с вами буду прощаться. Я надеюсь, вы замотивировались к Новому году. Всем желаю его шикарно отметить. И перейти в следующий год с правильными целями. С правильными мыслями. Я такой же, как и вы. Я изменил свою жизнь. И вы можете изменить свою жизнь. Правда в том, что вы все сможете. У вас есть неограниченные возможности. Я вам это говорю. Вы можете стать кем захотите. Вы можете исполнить любую свою мечту. Это правда. Вам не нужны для этого ни деньги, ни связи. У вас все для этого есть. У вас есть вы сами. Все. Вы все сможете сделать. Это правда. Поверьте в эту правду. Не слушайте никого. Если кто-то вам говорит, будто вы чего-то не можете. Это не для вас. Это не ваше. Ой, сюда не лезь. Они богатые. А мы бедные. Выше головы не прыгнешь. Это все ложь. Ложь. Навязанное обществом. Навязанной системой. Вы самые лучшие. Знаете это. Каждый из вас личность. Каждый из вас вот в один миг может стать счастливым человеком. Просто загляните в себя. Подписывайтесь на все мои полезные каналы. Ссылочка в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой основной канал инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В следующем году будет очень-очень много крутого контента. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Хочу всем пожелать любви. Огромной любви. Потому что вы знаете, что самое главное в жизни для меня это любовь. Хочу вам пожелать огромной любви во всем. Чтобы у вас была любовь к деньгам. Хочу пожелать, чтобы вы нашли свою любовь, своего человека, если кто-то еще не нашел. Хочу пожелать вам любви к себе, любви к своему телу. И тогда вы будете счастливы. Всегда верьте в себя. Не предавайте свою мечту. Нет ничего невозможного. Я вам это доказал. Я такой же, как и вы. И попрощаться с вами хочу отрывков из 2016 года. С наступающими всех праздниками, с Новым Годом, с Рождеством. Спасибо вам, народ. Я вас всех люблю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok